Супервайзеров это личный товарооборот и товарооборот всей структуры, тех дистрибьюторов, которые еще пока не вышли на уровень супервайзера. За июнь месяц и третье место я попрошу Леона Вагаченко-Ида. Аплодисменты. Спасибо. Еще раз аплодисменты. Аплодисменты. Носикка Заряна, еще красивая девушка. Поздравляю. Девчонок, рывок на уровень супервайзера. Это просто время, скажем, даже уже не техники, даже это уже вопрос не времени. Это просто вот время в ближайших нескольких, даже не будем говорить, месяцев или недель. И наш победитель первое место. Панченко Ярославов. Панченко Ярославов. Пое время. В общем, мне 19 лет, самая общая первая абсолютно с другого города. Понимал решение 18 лет. И когда я его понимал, то есть плюс-минус, у меня было много всяких вопросов, потому что я сам по себе, ну, такой, много законфиксованный. И не было такой уверенности в себе, и вообще, ну, почти не было знакомых, потому что появился Петровского, Полтаву. Но все же, вот, знаете, вот мысли материальные, то есть я занимался там продажей на интернете, мне это было интересно. Поэтому, ну, где-то что-то искал, и мне пригласили там интересный клуб по бизнесу. Там был Макс, который меня с товарищем вытащил, там товарищка кусался сразу, а я немножко больше. Потому что, ну, все же, опять же, в себе неуверенность. Но так же, как я заточил свои товарищи в тот клуб, так же заточили меня. Поэтому я переношел, да, вот в виде вот той статанции по системе есть. Здесь хорошее отношение друг к другу. Вот здесь отличное отношение друг к другу. Я понимал, что если я буду идти к чему-то дальше, то я буду стильнее. И вот есть такие стереотипы интересные, то есть вот студенты, когда поступают, то они это все навязаны. Потому что им говорят родители, там, поступай в университет, ты поступаешь в университет, там, не пойдешь в школу, то есть, ну, не в школу, а надо будет в школу. То есть это все было неправильно. Поэтому я понимаю, что лет через пять я уже, ну, смогу обеспечить свою семью. Смогу вместе там со своим, там, родителем, родителем, со своей, там, мамой, сыном, до сей, и святой мамой. Вот так, да. В общем, первые трудности у меня были то, что вот я приходил на встречу, у меня там телепо, я волновался, и все там, из-за них комплексов. Но все хорошо, как показывал Рома Лисянка, там, спонсер, стоящий, в Киеве он показывает, как про телефоны. И вот я не понял, как вообще звонить, что говорить. Все равно я про телефон, как-то звонил, криво там, через одно место. Но все равно делал все новые движения. Да, и вот спустя месяц, все-таки я нашел человека, и я уже в Косе. И вот в Косе, вот он был мальчик у меня, ему было 17 лет. И вот он у меня удивил то, что, независимо от вашего возраста, может, достичь нам очень интересно. Потому что он, он первый человек, который сделал у меня активность. То есть он, на коробок с тем, просто продал плиток в спортзале витамин. То есть это, ну, меня привело в шоке, я понял, что можно работать дальше, достичь хороших результатов. Ну, и в заключение, как хочу сказать, что вот мы вчера сыграли на фильм, это «Я, День и Соленая», и фильм называется «Поцент из будущего», и там парень полиматывал постоянно время назад. Ну, как прожил деньги, потому что ты не понимаешь, но готово время назад. Поэтому я хочу сказать, что лучше не полиматывать время назад, а жить по максимуму, чтобы не очень не жалеть. И в будущем, ну, достиг то, о чем ты всегда мечтал.